Всем привет, хочу вам представить глаз, который был разработан для кошки. В принципе, это прототип и пока качестве глаза не следите строго. Фишка этого проекта в том, чтобы глаз был полностью выполнен из дерева. Поэтому весь проект, соответственно, был вырезан на лазнерном станке из фанеры. Конечно, как вы видите, фанера у меня не лучшего качества. Имеются сколы, трещины и она не шлифованная. То есть фанера, это должна была быть экстра класса, но по факту, там где мы бы делали, фанера второго класса. Ну, в принципе, поскольку это прототип, то сюда подошла. Единственное, что все части, все детали, которые были вытащены из дерева, нужно было еще ошкурить. А по большому счету, конечно, нужно было еще лакернуть, чтобы снизить трение. Так как эти механизмы, конечно, должны были ходить друг с другом и минимально должно быть у них трение. Пошкуривая это все дело, я решил покамись оставить все это так. Все-таки это прототип. После того, как детали были все извлечены, я занялся светофильтром. Нашел какой-то валяющийся пластик, очертил грани, которые мне нужны, обработая его на наждаке, у меня получился восьмигранный светофильтр. Светофильтр поставился на место без всякого крепления, так как он очень плотно подошел. Сам механизм отлично работает. Как вы видите, штырьки, которые я приведенил, это ножки от разъемов. Жесткие, маленькие, то что нужно. Отлично подошли. Механизм собран, теперь стал вопрос, как же теперь этим глазом управлять. Вы видите, в боку я сделал так же отводок, чтобы можно было при помощи сервопривода SG90, который будет располагаться ниже глаза, будет производиться открытие и закрытие диафрагмы глаза. Конечно же, две качалки соединенные вместе, образующие вилочку вот такой формы, будет на сектор, по-моему, если не ошибаюсь, 15 градусов, ему достаточно превращать, он открывает и закрывает глаз. В качестве подсветки этого глаза я применил полватный светодиод ультра-яркого красного цвета. Этот светодиод остался у меня с проекта Аквапоника. И сюда он отлично подошел, так как и свечение у него действительно яркое. Поскольку в модели глаза еще не предусмотрены никакие крепления под болтики, весь глаз этот склеенный, хоть я не сторонник этого самого такого метода термоклея, но в этот проект все-таки пришлось его применить. При помощи термоклея все детали закрепить. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Написав простенькую программу для открытия и закрытия глаза, пока мисс плавную, я проверил механизм. Он отлично работал и показал себя, ничего не цепляет, все отлично работает. Теперь я просто временно, пока мисс без шима, подключаю глаз, чтобы посмотреть, что он светится. И вуаля, глаз терминатора готов. Конечно же, в таком виде мне не совсем глаз понравился, так как сильно видно, что светодиод этот светит как-то точечно. Рассеивость была плоховатая. Поэтому я решил поэкспериментировать. В процессе экспериментов я выявил, что простой стикер, на котором пишут ценники просто в магазинах, он отлично рассеивает светодиод. И глаз уже приобретает некую душу, так как глаза это душа человека, а в нашем случае душа робота. Как я уже сказал, это пока мисс пробный вариант. Но, тем не менее, меня лично он устраивает, выглядит он интересно, необычно. Конечно же, нужно еще его дорабатывать, но это все потом. Пока мисс на это времени не хватает, поэтому я вам показал то, что я сделал. Ну а в дальнейшем буду что-то делать уже другое, с этим глазом изменять его. Но полностью, как я все подготовлю, я вам выложу чертежи этого же самого класса. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Всем творческих успехов. До новых встреч.